Дальше будет хуже, ребята. Вам нужно будет готовиться к тому, что каждый подрастающий кадыровский отпрыск это проблема для вас. Имейте ввиду, что не ваши дети там будут где-то занимать позиции денежные, где можно хорошо зарабатывать. Там будут сидеть кадыровские дети, не ваши. Сначала он выкладывает сториз с этими словами Майорбека Хасиева и подписывает их, сказал человек, который мечтает сфоткаться с Чимаевым. А саму публикацию Майорбека Хасиева он комментирует на чеченском языке. Если много разговаривать, то нехорошо получается. Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте начнем этот эфир с хороших новостей, с хорошей новости. Знаменитый кадыровский отпрыск, известный по прозвищу Шах Взаде. Также он известен под другими кличками, которыми он сам себя называет. Например, как прозвища Дустум. Либо под другими прозвищами, которыми его нарекли различные кадыровские коллеги, как, например, прозвище Дуслык. Это, значит, Адам Кадыров. Вчера пришла новость о том, что Адам Кадыров назначен на ответственную должность в республике. Он теперь занимает позицию начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Рамзана Кадырова, разумеется. Почему эта новость хорошая? Но, во-первых, она смешная, как минимум. Она абсурдная. Это какой-то сюрреализм. В принципе, над этим можно посмеяться. Значит, уже хорошо. Во-вторых, в этом есть и какие-то хорошие такие нотки. Потому что человек на должность обеспечения безопасности Кадырова назначен человек, который не смог справиться с безопасностью собственного целомудрия. Не смог уберечь свою спину, если ты понимаешь, о чем я, Ченгиз Ахмадов иллюзионист. Так вот, есть надежда, что человек, который не справился с безопасностью собственной, причем в таких вопросах, очень важных, очень щепетильных таких, есть надежда, что он не справится также и с безопасностью самого Кадырова, старшего, в смысле Рамзана, своего отца. А так как мы с вами заинтересованы в том, чтобы безопасность Рамзана Кадырова была не на лучшем уровне, я думаю, для нас это хорошая новость, что обеспечивать безопасность Кадырова теперь будет его сын, который не очень хорошо справляется с подобными задачами. Поэтому, кто его знает, возможно, нас с вами ждут какие-то хорошие новости. Будем наблюдать. Вообще, в целом, эта новость, конечно, это полный бред в контексте вот этих вот событий, всего, что там происходит с этим Кадыровским отпрыском. После этой знаменитой истории в дубайском отеле, когда репутация уже непоправимо продырявлена, я бы так сказал. После этого все вот эти вот попытки как-то выправить эту ситуацию Кадыровым, сначала там дать ему избить, нет, сначала написать посты, хвалебные посты в адрес этого шавзаде. Когда это не помогает, тогда дать ему избить в грозненском СИЗО человека, сжегшего кора. Затем, когда и это не помогает опубликовать видео, как он его избивает, когда и это не помогает по целую кампанию по обелению, по героизации этого парня запустить в подконтрольных себе СМИ. Когда и это не помогает, просить различных глав других регионов, чтобы они какие-то там награды дали этому отпрыску. На эту просьбу некоторые откликнулись, как, например, глава Татарстана или глава Карачаева Черкесии. Но были и те, кто не откликнулись, которые по понятным причинам подумали, что это какой-то полный абсурд, как, например, Кабардино-Балкария или Адыгея. Не захотели вписываться в эту абсолютно позорную историю и не стали ничего присваивать этому Кадырову-младшему. И вот, когда и это не помогает, теперь этому подростку, этого подростка, точнее, назначают на государственную должность, причем очень даже такую ответственную в нормальном мире, а не в Кадыровском. И, видимо, есть надежда, что это поможет выправить ситуацию. Но я очень сомневаюсь в этом. Хочется даже как-то уже пожелать ему, чтобы ситуация как-то выправилась. Но я думаю, что невозможно, нет такой возможности. Уже все упущена ситуация. Надо будет все равно, рано или поздно, надо будет как-то подойти к вопросу смерти Абдул-Керима Идилова, моего друга, с которым мы должны были кататься на машине, я должен был катать его рядом из-за тебя, Кадырова, из-за того, что его убил, я не смог его покатать. Придется подойти к этому вопросу, рассказать, почему ты его убил, рассказать о гибели личного охранника Адама Кадырова, Мурада по кличке Барс. Надо будет к этим вопросам все равно подойти, вернуться. Надо будет это проговорить, как бы вы ни пытались это умолчать и как-то по-детски героизировать этого пацана, все равно все вопросы будут возвращаться вот к этому убийству, к этой ситуации с этими приближенными к тебе людьми. Без того, чтобы проговорить это, без того, чтобы объяснить людям, что произошло, не получится эту историю замять. Еще одна история, связанная уже с другим кадыровским подпрыском, которого зовут Али Кадыров. Это тот, кто старше Адама Кадырова. Значит, он является бойцом, громко, конечно, сказать, я не знаю, не могу оценивать его бойцовские способности, но они пытаются его таковым представить, значит, бойцом типа ММА и дружить с Хамзатом Чимаевым. А есть другой человек из мира, этого же мира ММА, это Майрбек Хасиев, это руководитель вот этой, в общем, вот этой ММА-лиги ACA, и у него давние какие-то неприятные отношения с Хамзатом Чимаевым. Он еще давно в комментариях где-то там подкалывал Хамзата Чимаева. И вот сейчас, когда Хамзат Чимаев провел бой в Дубае, выиграл его, Майрбек Хасиев на одной из пресс-конференций высказал свое мнение, что самым худшим боем этого турнира UFC был бой Хамзата Чимаева, из тех, что он видел, что он посмотрел. И вот на это утверждение Майрбека Хасиева реагирует вот этот кадыровский отпрыск Али Кадыров. Он пишет, сначала он выкладывает сториз с этими словами Майрбека Хасиева, и подписывает их, сказал человек, который мечтает сфоткаться с Чимаевым. А саму публикацию Майрбека Хасиева он комментирует на чеченском языке. Если много разговаривать, то нехорошо получается. То есть много разговаривать это плохо, Майрбек. Не болтай много. Если смысловой такой, более близкий перевод на русский язык сделать, не буквально, то Майрбек много не болтает, много болтаешь. Примерно вот так это звучит. И если кто не знает этого кадыровского отпрыска, как он выглядит, вот этот парень рядом с Хамзатом Чимаевым. И что вы думаете, в любой нормальной ситуации, что должно было произойти? Майрбек Хасиев это человек, который дружит, наверное, с Храмзаном Кадыровым. Как минимум это из того, из этого, из этой среды человек, из того уровня. То есть он не ровня подростку кадыровскому отпрыску, понимаете? И вот в нормальной ситуации, когда пацан что-то такое себе позволил, щегол в отношении взрослого дяди, что должно было произойти? Ему моментально должны были какие-то старшие сказать, ты что, пацан, офигел что ли? Оно быстро потёр всё, что там написал и извинился перед Майрбеком Хасиевым, перед другом твоего отца, перед коллегой твоего отца и так далее. То есть вот так в любой нормальной ситуации, тем более в чеченских устоях, традициях, это было бы именно так. А если бы, причём это делалось бы, это наставление, этот укор в отношении этого пацана делался бы ещё со словами «быстро, пока твой отец это не увидел». Ты представляешь, что будет, если твой отец увидит, что ты написал там его товарищу, его сподвижнику? А здесь, как вы думаете, что произошло? Конечно, Майрбек Хасиев вынужден был как-то выруливать из этой ситуации. Не подросток перед ним извинился, не подросток потёр то, что он написал. Майрбек Хасиев опубликовал пост, в котором, ну я не буду его зачитывать, там в принципе, он не говорит там, конечно, извини меня, Али, я не хотел, он говорит. Я имел в виду, что из того, что я видел там, это был вот худший бой, но там были и те, которые я не видел, а потом я их посмотрел, и оказалось, что там были вообще плохие бои, а Хамзат Чимаев, он вообще молодец, он там очень хорошо провёл первый раунд, а потом там другие два были уже не настолько, но они тоже были хороши, и вообще я очень хорошо отношусь к Хамзату Чимаеву, ну в общем, вы понимаете. Я поражаюсь тому, насколько вот каждый день, день за днём, люди работающие с Кадыровым сталкиваются с тем, что они летят в эту бездну. То, что, то, что вы все позволили когда-то там какую-то, это же не сразу всё к этому пришло, это не сразу пришло к тому, что кадыровские отпрыски, пацаны несовершеннолетние писали бы комментарии в отношении дядек, товарищей кадыров, взрослых людей, и эти дяди, эти взрослые люди должны были бы потом извиняться перед этими пацанами. Это ведь не сразу к этому пришло, это всё вот так вот шаг за шагом, сначала что-то одно, потом другое, потом другое. И вот конец всего этого, это, конечно, ещё не конец, но сейчас вы уже находитесь на той стадии, когда вы даже свои, какие-то свои слова в адрес третьих лиц, вы должны теперь их говорить, оглядываясь на детей кадырова, думая о том, они ранят ли эти мои слова как-то от кадыровских детей, вы представляете, если когда-то вам нужно было заботиться о самом кадырове, когда вы там, не знаю, видели там девушку, например, красивую, вам нужно было, всё, что вас беспокоило, это не является ли она там какой-нибудь кадыровской женой, например, не туда, если там посватаешься, то можешь лишиться и должности, и жизни. То есть, если вот такие были моменты, если я что-то скажу в отношении этого человека, не является ли он там каким-то близким другом или родственником кадырова, то сейчас у вас проблем больше, теперь вам нужно думать так, а не заденет ли это как-то кадыровского сына, там кадыровскую дочь, не придётся ли мне потом извиняться? И извиняться ведь придётся именно вам. Вот все вы там, лорды, делимхановы, сазаны, депутаты Госдум, министры, главы ведомств, взрослые люди, вы люди со своими охранами, вы ездите с сопровождениями, у вас полно родственников, вы у себя, каждый там у себя на районе, у себя в селе где-то, вы там вроде авторитеты, авторитеты, которыми вас наделил кадыров, не народный, в принципе, понятно, что вы народный пользуетесь, но вот вы вот этого положения так долго добивались, и вам нужно было присмыкаться перед одним человеком, а теперь вы уже и перед его детьми должны присмыкаться. Представляете, насколько всё запущено, насколько всё плохо? А представляете, что будет дальше? Они ведь, там ведь ещё целый отряд, который подрастает, которые ещё маленькие, они вырастут, а эти, перед которыми уже приходится извиняться, представьте, они с каждым днём мужа, становятся взрослее, и у них аппетиты растут, амбиции растут. Представьте дальше, что надо будет делать. Тешёлая ситуация, я вам не завидую. Вот мне, я смотрю на этого Майорбека Хасиева, но у меня нет к нему какой-то вот, он не какой-то ведь там душегуб, это не глава, не начальник РОВД, на котором там кровь, это не какой-то, ну, если это не тот человек, которого я в своих дуа вспоминаю или ненавижу, это какая-то вот иная фигура, да, это в принципе человек из их команды, понятно, что он абсолютно мне неприятен, но нету какой-то вот индивидуальной вражды именно вот с этим человеком. Нигде, никогда, наверное, о каких-то разговорах при перечислении каких-то кадыровских преступников вот этот человек в голову у меня не пришёл. Поэтому я на него смотрю и думаю, вот ты взрослый человек, и мне, честно говоря, неприятно от этой ситуации. Вот я вижу, что взрослый человек высказал своё мнение в отношении бойца, причём оба этих товарища, они как бы из этой среды могут высказываться на эту тему. И получилось так, что пацан высказал своё мнение, и этот взрослый мужчина, руководитель, у которого там куча подчинённых, человек, который организовывает эти бои, выходит кого-то журить, кто-то судит, что-то, по его мнению, неправильно вынесёт решение, он выйдет, судей отдёрнет. Такой бывает, вроде бы, человек такой уважаемый в этой среде. А тут какой-то пацан, значит, пишет комментарии, и этот человек вынужден перед ним извиняться. Я от этого испытываю испанский стыд. Даже как-то злорадствовать не хочется. Если бы это был кто-то другой, я бы, наверное, сейчас позлорадствовал. А в случае с этим Хасеевым мне даже как-то злорадствовать не хочется. Реально просто стыдно. Испытываю какое-то неприятное ощущение испанского стыда. Дальше будет хуже, ребята. Вам нужно будет готовиться к тому, что каждый подрастающий кадыровский отпрыск – это проблема для вас. Имейте в виду, что не ваши дети там будут где-то занимать позиции денежные, где можно хорошо зарабатывать. Там будут сидеть кадыровские дети, не ваши. И как вам сегодня приходится извиняться перед кадыровым, перед кадыровскими детьми, и вашим детям придется так же. Если по воле Всевышнего Аллаха еще какое-то время этот режим будет там держаться, сколько он будет держаться, столько это будет продолжаться. И с каждым днем это будет только ухудшаться для вас. И нет у вас другого выхода из этой ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok